медиафайлы в wordpress я продолжаю свой курс по wordpress в этом видео давайте поговорим про медиафайлы и как работать с медиафайлами то есть у нас здесь вот есть вкладка медиафайлы мы сюда кликаем у меня загружено только два изображения и я совмещу наверное две темы в этом видео я покажу и расскажу о важности оптимизации изображений всех вообще картинок изображений которые вы загружаете на свой сайт давай сначала посмотрим управление что здесь есть то есть кликнув по картинке его здесь по стрелочкам мы можем переключаться между изображениями ну как правило вы скорее всего сюда будете редко заходить здесь особо ничего делать не нужно изображение alt атрибут alt это важный параметр для все оптимизации сайта чтобы вас находили ваш сайт например ваши потенциальные клиенты по картинкам через интернет для этого нужно обязательно прописывать alt изображение что туда прописывать ну картинка относится какой-то статье можно заголовок статьи будет помещать в этот alt или какие-то ключевые запросы которые связаны с данной статьей но сейчас речь не об этом и alt вы отсюда не будете прописывать alt можно будет прописать непосредственно когда мы загружаем изображение уже в статью то есть у нас два пути мы можем в медиа менеджер прямо отсюда загружать какие-то media файлы это может быть все что угодно не только изображение это может быть аудио и видео и загрузив картинки отсюда потом пойти в статьи и как бы вытянуть нужное изображение для нужных статей уже отсюда из медиа библиотеки загруженных изображение ранее в нашу библиотеку вот как-то так вот сложно я сказал здесь получается две вкладки она дублируется вот такая вот с компьютера выбрать файл или перетащить или перетащить мышкой сюда изображение или загрузить вот отсюда что мы можем загружать помимо изображения я уже сказал что аудио видео но я бы не рекомендовал этого делать но мы сейчас просто протестирую я попробую загрузить какой-то аудио файл максимально загружаемый файл 64 мегабайта об этом нам здесь говорит система этот размер можно увеличить как правило увеличивается это на хостинге размера загружаемого файла но все вот это медиа аудио видео это очень тяжелые фрагменты на каком-то обычном хостинге на обычном сайте я бы не рекомендовал ни в коем случае загружать аудио видео на сайт для этого лучше использовать сторонние сервисы для видео мы используем youtube или подобные сервисы и ссылку вставляем просто на сайт для аудио тоже есть похожие сервисы sound club и так далее куда можно загрузить видео аудио предварительно и ссылку вставить непосредственно на сайт статью на страницу где хотите это будет более лояльный такой вариант для того чтобы не навредить нашему сайту в плане скорости загрузки мы должны изначально заботиться о скорости загрузки сайт особенно если вы новичок и не знаете всех тонкостей дело в том что если мы здесь будем разгулять душа делать все что угодно на устанавливать кучу плагинов кучу тем кучу огромных изображений сюда загрузим то наш сайт многие пользователи даже не дождутся загрузки особенно на мобильных устройствах у которых еще 3g интернет слабый интернет они просто не дождутся загрузки вашего сайта и уйдут не дождавшись вашего сайта понимаете здесь это очень важный момент нам нужно изначально заботиться о том чтобы у нас очень все было чисто красиво и быстро загружалась поэтому я буду периодически в уроках об этом говорить но так как мы тестируем и смотрим на что способна медиа файлы в wordpress поэтому я просто вам показываю также видео небольшое видео я попробую загрузить вот так он выглядит видеофайл и попробуем сейчас это вставить статью также мы можем видеть и прослушать прямо отсюда то есть музыка играет все здесь работает также видео мы можем видео просмотреть тестовое видео все работает также здесь есть такие управления кнопки мы можем так вот отсмотреть вот так вот удалять можем или отсюда мы можем удалить вот здесь ссылка есть удалить навсегда если нам например этот файл больше не нужен теперь по изображениям здесь есть еще такая кнопка редактировать но вы вряд ли будете пользоваться я редко я пользуюсь я всегда сторонник того чтобы мы полностью подготовили изображение обрезали уменьшили все сделали заранее а потом загрузили на сайт обязательно придерживайтесь тоже этого какие должны быть размеры изображений вот скажем здесь видите 820 ширина на 967 для новичков если вы зададитесь вопросом какие должны быть размеры зависит от шаблона который вы еще используете потому что некоторые шаблоны позволяет загружать полноразмерное изображение для красоты например когда статья открыта здесь надо уже смотреть непосредственно но старайтесь использовать небольшие изображения например по ширине не больше 500 пикселей высота в пропорциях и здесь есть элемент управления обрезка если мы кликаем появляется ползунки мы можем как-то это все обрезать но тоже не рекомендую делать это на стороне сайта надо все обрезать заранее как я уже говорил также есть кнопки поворота если вы будете конечно это использовать я вообще это не использую никогда здесь и также здесь есть еще такие моменты как обрезать здесь есть подсказки можете читать полезно тоже я не пользуюсь здесь вот нам видите говорится сейчас редактируется все размеры миниатюры все размеры кроме менять о чем идет речь wordpress делает копии у миниатюру свои размеры у других размеров другие размеры откуда размеры берутся давайте посмотрим настройки здесь есть видите медиафайлы изначально wordpress нам дает что размер миниатюр у нас по умолчанию 150 на 150 то есть wordpress по идее сам режет миниатюру до такого размера то есть отсюда вы тоже можете управлять изменив вот здесь просто значение размер миниатюры например сделать больше также есть средний размер и есть крупный размер то есть здесь особо заморачиваться не нужно подготовьте нужное изображение для ваших статей заранее на компьютере там на фотошопе или в ином другом редакторе я возвращаюсь в медиафайлы и сразу про инструменты оптимизации изображений подскажу бесплатный сервис ссылки все оставляю под видео на своем сайте тени пнг и сюда просто нужно перетаскивать изображение сервис сам ужимает без потери качества можно сразу до 20 штук забросить 20 файлов изображений потом отсюда скачиваем оптимизированное изображение и уже эти изображения наши готовы которые мы хотим использовать на сайте только эти изображения мы с вами загружаем к нам на сайт давайте посмотрим вот есть картинка мне обложка она была сделана в то шопе но изначально на 940 килобайт посмотрим как сервис ужмет данное изображение я перетаскиваю то изображение в эту область идет компрессия и здесь нам все показано изначально было 962 килобайта на выходе 189 килобайт в минус 80 процентов изображение было ужата потом мы нажимаем на кнопку download скачиваем на компьютер оптимизированное изображение и уже это оптимизированное изображение загружаем к нам на сайт просьба обязательно все ваши изображения прогонять через этот сервис потом вы просто будете радоваться скорости загрузки страниц как они быстро открываются потому что первое что нагружает наш сайт это картинки на сайте в целом поэтому все картинки png jpeg мы все оптимизируем здесь ну и теперь давайте посмотрим как в статьях выглядит аудио видео если все же вы загрузили тяжеловесные файлы к вам на сайт то есть загрузили мы видео и аудио через медиа менеджер а теперь я зайду в какой-нибудь из своих статей здесь вы уже более будете сейчас вникать в редактор статей gutenberg вы видите заголовок текст картинка вы уже знаете как это добавляется ниже вы видите плюсик то же самый плюс здесь и то же самое у нас по идее здесь можете просто найти необходимую плитку аудио будет есть такой поиск я просто пишу аудио и нахожу различные плитки нам нужно просто аудио я выбираю библиотека файлов вот наш аудио файл выбрать и вы видите аудио файл встает к нам статью давайте еще добавим вы можете просто найти вот такую плитку файл здесь библиотека файлов и картинки можно ставить сразу суду видео аудио что хотите выбираем видео вставить у нас это вставилась как в всплывающем окне по человек сможет посмотреть кнопка скачать также здесь автоматически возможно можно и отключить вот с аудио все проще аудио сразу у нас появляется плеер с элементами управления музыка играет это как вариант здесь есть плитка видео если вставим отсюда то видео вставляется сразу плеером вот если нравится можно использовать так думаю на этом моменте с медиа файлом мы с вами разобрались так или иначе в будущих уроках мы будем касаться этих элементов управления wordpress тем самым укрепляя наши навыки знания управления в целом движком wordpress а я вас жду в следующем видео